Здравствуйте! Это программа «Область новостей». Я Ольга Добрякова. Тамбовский регион сегодня. В материалах моих коллег и вот лишь некоторые из тем. Вырастить самим и удержать цены. О том, как один из сельхозкооперативов региона решил поддержать тамбовчан в преддверии Пасхи. И чем готов накормить не только нашу область, но и всю страну, узнал Юлия Савушкина. Прямо сейчас вот в этом аппарате готовится повидло. Пюре яблочное, пюре грушевое и сахар. Вот и весь состав будущего сладкого продукта. Четыре часа и полторы тонны яблочно-грушевого повидла готово. Только пластик, бумага, металл и стекло. Что можно и что нельзя выбрасывать в новые контейнеры для сбора мусора, предназначенного для переработки, знает Павел Юрасов. Диаметр отверстия подобран специально для того, чтобы в целевой контейнер попадал целевой мусор, вторсырье. Чтобы никто даже не попытался бы просунуть сюда мешок с мусором. Кстати, из тех же соображений контейнер самостоятельно открыть у вас также не получится. Покорительницы Кубка Сибири. Как тамбовские девчонки стали лучшими среди 1800 участников из более чем 20 регионов, расскажет Дмитрий Сергеев. Начало весны стало урожайным для тамбовских единоборцев. О некоторых мы уже рассказывали, о некоторых еще расскажем. Но особенно выделились тамбовские тэквондисты. Точнее, тэквондистки. Команда из пяти девчонок вернулась со всероссийских соревнований со стопроцентным результатом. Все привезли домой золото. Повышение пенсии, поддержка семей с детьми, изменение условий ипотеки, кэшбэк за детские путевки. С 1 апреля в жизни россиян произведет сразу несколько важных изменений. С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6%. Это пенсии по инвалидности, по потере кормильца, по старости, а также пенсии детям, родители которых неизвестны. Повышение выплат коснется 4 миллионов человек. Никаких заявлений для этого подавать не нужно. Деньги будут начислены автоматически. С 1 апреля начнется начисление дополнительных выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет, у которых низкие доходы. Получить деньги люди смогут в мае. На эти цели будет выделено 363 миллиарда рублей. Рассчитывать на поддержку от государства можно, если средний душевой доход семьи ниже прожиточного минимума. Имущество укладывается в установленный перечень, а у взрослых членов семьи есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия. Пособие назначается в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка. С 1 апреля, приобретая путевки в детские оздоровительные лагеря, можно получить назад 50% их стоимости, но не более 20 тысяч рублей за одну путевку. На эти цели будет направлено 7,5 миллиардов рублей. Воспользоваться такими путевками смогут не менее 450 тысяч ребят. Заезд на отдых по программе туристического кэшбэка будет возможен уже с начала мая. С 1 апреля россияне, достигшие 14-летнего возраста, получают возможность самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Для этого им необходимо будет указать данные паспорта, СНИЛС, телефон и электронную почту. Детей до 14 лет на портале госуслуг по-прежнему могут регистрировать только их законные представители. С 1 апреля процентная ставка по льготной ипотеке на новостройки повышается до 12%, а лимиты кредитов до 12 миллионов в Москве, в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В остальных регионах до 6 миллионов рублей. До сих пор кредиты выдавались под 7%, а сумма заемных средств не должна была превышать 3 миллиона рублей. Новые условия пока будут действовать до 1 июля. Ставка по уже взятой ипотеке не изменится, если заемщик соблюдает условия договора, делает регулярные платежи по кредиту, вовремя продлевает страхование жизни и объекта недвижимости. Также остаются неизменными условия программ семейной, дальневосточной и сельской ипотеки. Ставки сохраняются на уровне до 6%, 2 и 3% соответственно. В регионе необходимо наладить взаимодействие между органами власти, приютами для животных и зоозащитниками. Об этом на совещании по вопросу бездомных животных заявил глава области Максим Егоров. Руководитель региона отметил, что проблема бродячих животных не теряет актуальности. Тамбовчане жалуются, что встречаются на улицах с целыми стаями собак. По закону, для разрешения ситуации в области организована работа по отлову, стерилизации и вакцинации таких братьев наших меньших. На решение тех задач в текущем году из бюджета области университет 27 миллионов рублей. Сумма не маленькая, однако ее недостаточно, чтобы на части изолировать все бездомные животных и братьев с улиц. Цель сегодняшней нашей встречи – наладить взаимодействие между органами власти, стерилизация и вакцинация и возврат между приютами и зоозащитниками. А также выручить дальнейшую стратегию для успешной реализации положения закона снижения чистенькости животных безладельцев на улице, уменьшение количества вытащенных животных и их владельцев в случае случаях попадания бездомных животных на людей. В прошлом году в регионе отловили около 2,5 тысяч бездомных животных. Почти 200 из них в итоге нашли хозяев. Семерых оставили в приюте из-за проявления агрессии. Остальных после всех необходимых процедур вернули в привычную среду. В преддверии Пасхи повидло, джемы и конфитюры из тамбовских ягод и фруктов можно будет приобрести с 15-процентной скидкой. Такое решение приняли члены одного из сельхозкооперативов региона, чтобы сделать местную продукцию более доступной для потребителя. Юлия Савушкина расскажет подробнее. В помещениях завода по переработке сельхозпродукции стоит кисловато-сладкий аромат лета. До сбора урожая еще далеко, но работа здесь не останавливается даже вне сезона. На зиму предприятие заготовило 80 тонн пюре из местных фруктов и ягод. Вакуумно-варочное оборудование помогает превратить запасы в консервированные десерты. Прямо сейчас вот в этом аппарате готовится повидло. Пюре яблочное, пюре грушевое и сахар. Вот и весь состав будущего сладкого продукта. 4 часа и полторы тонны яблочно-грушевого повидла готово. По итогам минувшего года повидло из Бондарского района вошло в сотню лучших товаров России. Недавно завод получил диплом лауреата конкурса одноименной премии. Приобрести продукцию, отмеченную знаком качества, можно в тамбовских супермаркетах и на ярмарках выходного дня. Кстати, по случаю приближающегося праздника Пасхи, производители приготовили для покупателей сюрприз. У нас в пасфальную неделю будет скидка 15% на всю линейку нашего повидла. Мы местные производители, мы понимаем, что происходит в нашей стране, поэтому всеми всякими способами пытаемся удержать цену, и пока у нас это получается. Еще за счет того, что мы выращиваем сами, а не покупаем где-то за границей. То есть весь наш продукт, он местный. Завод работает по принципу сельхозкооператива. Фермерам предоставляют семена и дают гарантию, что все выращенное на местных грядках будет приобретено по фиксированной цене. Помимо линейки сладкой продукции, здесь производят икру кабачковую, свекольную, лечу. В планах на будущий сезон увеличить объемы. Если в прошлом году на заводе переработали 10 тонн кабачков в этом, думают осилить втрое больше. Работники, а это, к слову, местные жители, гордятся, что имеют возможность накормить местной продукцией тамбовчан. Мы пробуем, нам тоже нравится, и друзьям советовали. Кто покупал, все в восторге. И также продолжают покупать, все все устраивают. А что ваше самое любимое? У меня самый любимый конфитюр кабачковый. Он необычный. Такое я в первый раз попробовала, когда нам технологов достал рецептуру. Очень понравился. И те, кто потом пробует, они верят, что это кабачок. Интересуются бондарскими сладостями и закусками, и за пределами региона. Консервы отсюда уже попробовали в Санкт-Петербурге, Мурманске и на Ямале. В последнее время, как говорят на заводе, возрастает спрос на продукцию в ассептической упаковке с длительным сроком хранения. Предприятие рассматривает возможность приобретения нового оборудования, а значит, ассортимент местной продукции может быть расширен. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Ольга Кириллова, Область новостей. Тамбовчанам уже знакомо понятие разделения отходов. На контейнерных площадках по всему городу стоят привычные клетти для сбора пластмассовых бутылок. Теперь же к ним добавятся новые контейнеры для сбора еще трех фракций мусора, предназначенных для переработки. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Павла Юрасова. Большая наклейка контрастного цвета, иллюстрированная инструкция и шаговая доступность. Так в Тамбове стартует пилотный проект по сбору вторсырья, который реализует региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Мусорные баки такого вида уже в ближайшие дни появятся в разных точках города. Пока планируют установить 50 специальных контейнеров. Диаметр отверстия подобран специально для того, чтобы в целевой контейнер попадал целевой мусор, вторсырье. Чтобы никто даже не попытался бы просунуть сюда мешок с мусором. Кстати, из тех же соображений контейнер самостоятельно открыть у вас также не получится. Сюда только пластик, бумагу, металл и стекло. Правила раздельного сбора отходов простые. В специальные контейнеры отправляется чистое и сухое неорганическое вторсырье. Картон, пластиковые бутылки, полиэтилен, полипропилен, стеклотара и алюминиевые банки. Сейчас речь идет о 5-7% доли, только того, что мы направляем на утилизацию, на переработку. А наша задача к 2030 году перейти на 50% от данной доли. Данная задача очень амбициозная. Она связана не только с темой, как раздельный сбор отходов, а и с другими вопросами, вопросами захоронения, обработки. Жители севера города, а первые такие контейнеры появились именно там, выразили одобрение такой программе и готовы разделять отходы, выходя из дома с двумя мусорными пакетами вместо одного. Установкой контейнеров в других районах города занимаются прямо сейчас. Так, по-моему, намного лучше, эффективнее, чем все вместе в кучу скидывать. Чтобы сотрудникам другим проще разделять, сформировать. Я считаю, правильно. Чтобы природу не портить, чтобы планете помогать, чтобы не засорять воздух. Проект после его обкатки на территории областного центра планируют внедрить по всему региону. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев, Область новостей. Глава региона Максим Егоров провел встречу с депутатом Госдумы Юлией Дрожжиной. Темой разговора стало развитие студенческих отрядов на территории области. В заседании также приняли участие представители власти, учебных заведений и непосредственно студенческих отрядов и другие. Юлия Дрожжина выступила с докладом, в котором рассказала о деятельности отряда в Центральном федеральном округе. Максим Егоров внес несколько предложений по развитию движения в регионе. Такой программ, как дополнительный ремонт наших дворовых территорий, дворы Тамбовщины. Я думаю, что студенческие отряды тоже можно привлечь к работам, которые мы запустим. Именно мы планируем до 50 дворов по всей области, дворовых территорий, которые должны стать современными, очень многофункциональными. Это я вспоминаю работу министерства, когда мы привлекали студенческие отряды по стране в рамках комфортной городской среды. В 2017 году ребята были привлечены на строительство объектов, городская среда, когда мы говорим о работе в регионах, участники студенческих отрядов. В 2018 году у нас был принят модельный закон о поддержке деятельности студенческих отрядов. Руководитель регионального штаба студенческих отрядов Анастасия Перова рассказала об итогах работы организации за период с 2019 по 2021 год. Также она и председатель совета ректоров вузов региона Алексей Ильин подписали соглашение о взаимодействии. В культурно-досуговом центре «Мир» прошел первый отборочный тур в рамках городской студенческой весны. Чтобы показать себя и заработать место в программе гала-концерта, на сцену вышли вокалисты самых разных направлений. Как это было, увидел мой коллега Павел Юрасов. Девиз фестиваля студенческого творчества в этом году – курс на весну. Участниками городской студвесны стали как студенты тамбовских вузов, так и учащиеся среднеспециальных образовательных организаций. Сейчас у нас 65 заявок. Общее количество участников уже порядка 300, потому что это не только сольные исполнители, но и дуэты, коллективы. Ребята, которые действительно готовы подарить свое творчество нашим жителям. Для Арсения это уже четвертая по счету студенческая весна и последняя, с грустью отмечает молодой человек. Потому что летом Арсений станет дипломированным техником-электриком. Ну а пока он до известной степени беззаботный студент и не может не спеть на городской сцене. Эмоции, конечно же, в первую очередь волнительные, так как лежит большая ответственность представлять свой колледж. И все ждут результата от меня. И хочется, конечно же, доказать всем, что ты лучший. Это номера как и странного вокала, так и авторской песни. Такие песни, как «Беспечный ангел» группы «Ария», «Август это ты», «Мод». Участники отбора подготовили номера по трем направлениям. Это эстрадный вокал, народный вокал и авторская песня. Заявиться можно было сразу по нескольким номинациям. Кто-то сделал ставку на проникновенное пение и вышел на сцену в одиночку. А кто-то зажег на сцене вместе с танцевальной группой. Жюри предстоит определить тройку победителей вокального тура, а также отобрать самые яркие, по их мнению, номера для галоконцерта. Важно отметить, что стать участником галоконцерта можно и тем, кто не пробился в тройку лидеров. Главное – таланты и харизма на сцене. Финал городской студенческой весны пройдет уже 22 апреля на сцене драматического театра. И каждый из сегодняшних участников мечтает попасть туда. Павел Юрасов, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей. Депутат Госдумы России Тамара Фролова дала старт акции по сбору книг для детей Донбасса. Первую сотню книжек она собрала своими руками. Это любимые произведения, которые знает с детства. Среди них сказки, рассказы и повести советских и российских авторов. Словом, все, чем могут интересоваться маленькие беженцы с Донбасса. Это же мои любимые книги. Вот я Винни-Пух люблю до сих пор. Я и своему сыну эти книги читал. Сейчас я уже трехлетнему внуку эти книги читаю. Морозко я тоже очень любила. Я не даром про эту сказку сказала. Я до сих пор, до сих пор эту сказку смотрю, ищу ее в интернете, показываю своему внучку. Вот я эти книги, которые раньше любила, вот я их сегодня и ребятишкам хочу их подарить. Буквально на наших глазах в приемную партии, которая находится на втором этаже МФЦ на Максима Горького, 20, жительница Тамбова принесла два больших пакета с книгами. Организаторы просят всех неравнодушных горожан поддержать акцию и снабдить маленьких гостей из ДНР и ЛНР сказками, раскрасками и другой детской литературой. Тамбовский тренер по тхэквондо Андрей Ким, еще и главный тренер сборной России. Неудивительно, что его воспитанники регулярно показывают высокие результаты. О новом крупном достижении спортсменов расскажет Дмитрий Сергеев. Начало весны стало урожайным для тамбовских единоборцев. О некоторых мы уже рассказывали, о некоторых еще расскажем. Но особенно выделились тамбовские тэквондисты, точнее тэквондистки. Команда из пяти девчонок вернулась со всероссийских соревнований со стопроцентным результатом. Все привезли домой золото. На тренировке мы застали четырех из пяти победительниц. Турнир, который покорили юные спортсменки, это известный всем тэквондистам Кубок Сибири. Годами он проводится в Омске и собирает лучших со всей страны. Об уровне конкуренции лучше всего скажут цифры. Почти 1800 участников из более чем 20 регионов. И среди них наша чисто женская команда. Все российские соревнования были в феврале месяце в Тамбове. А вот эту команду мы буквально сформировали в конце года 2021. Прошли тренировочные мероприятия. И соответственно мы ее так скажем ведем к пьезисталу. Надеюсь все будет у нас хорошо. Все девчонки вернулись золотом. Бывали такие уже результаты, когда команда возвращается вся с золотом? Пока нет. Это был так скажем дебют. Таких успехов не достичь, занимаясь трижды в неделю. Девушки пашут практически ежедневно. Иногда даже больше одного раза в день. На этих соревнованиях спортсменки взяли первое место как в командном, так и в личном зачете по дисциплине туль. Это такая комбинация из защитных и атакующих движений в бою против воображаемого соперника. Сольное золото завоевала 16-летняя Яна. Она занимается тэквондо около шести лет. И для нее это были первые соревнования после длительного перерыва. Спортсменка призналась, что было страшно, но при этом интересно испытать себя. Девушка рассказала, как довести туль до совершенства. Для того, чтобы туль стал намного чище, нужно разбирать каждое движение, которое присутствует в нем. Нужно разбирать каждую ошибку, как правильно делается стойка, какой уровень правильно нужно делать в ударе и так далее. Две девушки из команды стали лучшими в спаррингах. Одна из них – Настя. Ей тоже 16 лет. В тэквондо она уже 11-й год. Начала еще в детсадовском возрасте. На прошедшем турнире тамбовчанка провела два боя и один дополнительный, так как была ничья. Это, конечно, заставило ее поволноваться, но, несмотря на юный возраст, спортсменка уже опытная, и добывать победу в стрессовой ситуации ей не впервой. За 11 лет, конечно, очень много медалей, очень много дипломов, но каждому результату новому радуешься, как в первый раз. Любое золото приносит очень много радости. Конечно, это трудно дается, тренировки каждый день, но когда видишь свой результат, это, понятное дело, очень мотивирует, хочется стремиться дальше. Так что поедем еще на следующее соревнование, будем брать золото. Следующие крупные соревнования, а именно Кубок России, пройдут в мае в Туле. И свое мастерство там покажет вся пятерка победительниц. Дмитрий Сергеев, Станислав Попов, Александр Щеднов. Область новостей. И на этом все. Телефон нашей редакции 56 46 48. Звоните, если вам есть о чем рассказать. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!